И если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вергнуто в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вергнуто в гиену. Что подразумевается в этих словах? Другими словами, к чему нас Священное Писание в этом отрывке, в этом тексте призывает? Священное Писание призывает к тому, что если соблазняет рука, если соблазняет глаз, нужно с этой частью своего тела расстаться. Другими словами, давайте постараемся разобраться, как же этот текст Священного Писания стоит понимать, и как этот текст Священного Писания к своей собственной жизни стоит применять. Ну, во-первых, здесь написано, если правый глаз твой соблазняет, а дальше бросит себя, и если правая рука соблазняет, что объединяет эти два предложения слова, соблазняет. Что значит соблазняет? Соблазняет – это значит, оно влечет, создается нужное условие для того, чтобы человек шагнул на чужую территорию. Выглядит так, что человека может соблазнять глаз, человека может соблазнять рука. То есть есть источник, через который соблазн достигает человека. Глазом что-то увидел, рука куда-то тянется. И вот теперь, если этот источник соблазнения есть, какой здесь в учении Иисуса Христа звучит совет? «Вырви и брось от себя по отношению к глазу, отсеки и брось от себя по отношению к руке». Как вы считаете, это текст, который в буквальном смысле слова нужно воспринимать? Или как-то аллегорически? Или в буквальном? И это называется «сильно глаз жалко», да? Это текст Священного Писания, который, обратите, пожалуйста, внимание, есть как минимум два хороших таких варианта, которыми этот текст Священного Писания можно истолковать. Первый из них, он звучит так. «Удали не соблазняемый глаз или соблазняемую руку, а причину, рождающую их соблазн». Если твой глаз цепляется за что-то, что рождает в тебе соблазн, есть два варианта. Вариант первый. Можно удалить причину, которая рождает соблазн. Это, другими словами, есть и человека, который вот только обратился к Богу, только пришел из мира. И, к примеру, этот человек, который расстался с сигаретами, но как только сигарета, пачка сигарет ему попадает в поле его зрения, что-то начинает в нем просыпаться, какой-то интерес или желание, или жажда. Один из вариантов для того, чтобы этого соблазна не было, старайся по минимуму, чтобы в поле твоего зрения попадала пачка сигарет. А значит, другими словами, не заходи в те отделы магазина, где они могут продаваться. Если, к примеру, стоишь на автобусной остановке, расположись так, чтобы они в поле твоего зрения не попадали. Другими словами, то, в чем человек слаб, в этой области, ты сам себе помоги, чтобы эта слабость тебя не разложила на лопатки. Не иди там, где вырытый ров, там, где открыта челюсть льва, и не надо шагать навстречу этим приключениям. Итак, первый вариант, которым можно этот текст истолковать, это значит, сделай или удали причину, которая рождает соблазн. Удали саму причину, которая рождает. Второй же вариант, он в буквальном смысле слова физический. То есть физическое воздействие на глаз, физическое воздействие на руку. Но только это, как самое крайнее, как самое последнее, как уже больше нету никаких других вариантов для того, чтобы человеку в искушении или в борьбе победить или справиться. Ну, другими словами. Если, к примеру, человек, ну что, к примеру, если человек соблазняется чем-то через свое око, вариант первый, которым человек может освободиться, не значит, что нужно сразу приступать к такому пункту, глаз вырываем и от себя выбрасываем. Нет. Начинаем с того, чтобы попытаться, каясь и прося у Бога прощения, просить у Него полного освобождения. Для того, чтобы этот элемент воздействия на нас, нас уже не искушал и над нами такого доминирующего положения не имел. Но если человек в своей жизни находится в какой-то крайней ситуации, это трудно ее даже описать, эту крайнюю ситуацию, и выглядит так, что человек другого варианта не находит, как можно в этом искушении устоять, и человек приходит к такому пункту, чтобы вырвать глаз и бросить от себя, это, можно так сказать, это как самое крайнее, как самое безвыходное, как самый невозможный вариант, который может быть, и обратите внимание, как здесь Христос говорит, лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Другими словами, здесь ученики Иисуса Христа говорят о следующем, лучше человеку чего-то лишиться здесь на земле материального, но только не потерять того, что есть на небесах вечное. Этот текст Священного Писания, он не дает человеку такое право, чтобы заниматься членовредительством, чтобы брать и лишать себя каких-то конечностей или каких-то частей своего тела. Я думаю, что здесь Иисус этой фразой или этим текстом Священного Писания показал просто приоритет, что это не значит, что к этому пункту надо приступать сразу. Если человек может справиться и с Божьей помощью, может победить любую вредную склонность или греховную привычку, не прибегая к такой крайности, как воздействовать на свои какие-то физические органы, то нет нужды приступать сразу к этому последнему крайному пункту. Но если человек находится просто в огромнейшем искушении, ну не знаю, где-то там в далеком севере, и где-то там в таких очень тесных обстоятельствах, и человек находится в таком искушении, что вот не может удержаться, чтобы, к примеру, рука чего-то чужого не взяла, и он уже что только не предпринимал, а теперь жизнь у него, теперь у него цена стоит между жизнью и смертью, для того, чтобы протянуться, и это запретное взять. И если человек соглашается и себе каким-то образом пытается воздействовать на свою руку, то выглядит так, что это последняя мера, которая была ему по силам, для того, чтобы себя от соделания греха защитить или себя сберечь. Но я еще раз повторяю, здесь это выглядит как самая крайняя мера. И я сейчас на этот счет хочу рассказать одну историю. Один из, может быть, кто-то из вас имеет родственников в Соединенных Штатах Америки, и вы могли видеть на фотографиях, а если вы были у них в гостях, то вы могли видеть это сами лично. У них есть в таких бутылках, как будто бы запечатанное шампанское, в этих бутылках запечатан яблочный сок. Но бутылка выглядит точно как шампанское. Или, во всяком случае, как такое какое-то марочное красивое вино. Во всяком случае, когда я первый раз это увидел, то для меня было таким немножко чуть сюрпризом. Думаю, ну неужели здесь верующие в вере ослабели и к вину уже стали причастными. Так вот, мне один брат рассказал интересную историю. Значит, он приехал в гости, и вот какая картина. Там, помимо него, сидел еще один брат. И этот брат тоже впервые в своей жизни увидел на столе у верующих такую интересную бутылку. И этот брат, он сам себе в сердце положил так. Я первым пить не буду. Если будут пить они, то тогда, ладно, попробую и я. Там хозяин открыл эту бутылку, налил фужеры. Это был яблочный сок. Но этот брат, он понимал, что он наливает всем вино. И смотрит, взял один человек, второй, третий. И вот там за столом сидел брат, который мне это рассказывал. Он в служении епископа. И напротив него сидел вот этот брат, герой нашего рассказа. И он говорит, я смотрю, что и епископ взял стакан. И тихонечко раз несколько глотков сделал. Говорит, ну и я уже все. Полностью понял, что чего же тут сопротивляться. Взял он тоже свой стакан, сделал несколько глотков. И тут пережил откровение. И говорит, о, так это же яблочный сок. А брат, слушайте внимательно. А брат епископ говорит, а ты что думал? Он говорит, я думал, что это вино. И вот слушайте, какой вывод делает епископ. Это брат, который мне рассказывал. Он говорит, слушай, мы все пили с одной бутылки. Но мы не согрешили, а ты согрешил. А знаете почему? Потому что он знал, что это вино, был уверен, что это вино. И сам себе дал такое право. Раз они пьют, пей и ты. Так вот, фактически пил сок, а в своем уме и в своей воле согласился выпить вино. И этот епископ абсолютно правильно оценил ситуацию. И сказал, слушай, мы пили все одно и то же, но мы не согрешили, а ты согрешил. Вот почему иногда по форме, может быть, греха нет, а по сути она может быть. Потому что вот эта степень измерения согрешения, оно в себя включает в том числе и свободный выбор, который сделал человек глубоко в своем сердце. Вот почему иногда со стороны нам не всегда объективно получается оценить тот или иной поступок. Но то, что является для нас с вами из этого текста важным, что нельзя ни в коем случае прибегать к членовредительству для того, чтобы помочь себе не грешить. Как правило, если человек даже отсечет себе руку, то, как правило, если он человек несвободный, желание воровать от этого никуда не исчезнет. Если человек делает себе какое-то другое членовредительство, но при этом не получит от Бога освобождение, то, как правило, само наличие этого греховного желания, оно все равно никуда не убежит. Что здесь важным, приоритетным является, что человеку очень важно применять к себе усилия, что есть элемент, который тебя искушает, есть элемент, который на тебя воздействует, и важно этому элементу сопротивляться. Вот здесь видите, насколько такое сопротивление в этом тексте, что вырви его и брось от себя. Другими словами, как-то воюй, сопротивляйся этому. И вот потому один из текстов, одно из вариантов толкования – это удали не глаз, а удали причину, которая искушает твой глаз. И как вариант толкования – это как физическое ограничение самого себя для того, чтобы элемент искушения в твоей жизни уже не просыпался. Но, как мы с вами говорим, это крайняя такая позиция, крайняя такая точка, к которой прибегать не стоит. Следующий текст. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет твой, который в тебе тьма, то какова же тьма? Давайте с вами для себя отметим следующее. «Светильник для тела есть око». Обратите внимание, какое может быть здесь тело. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Обратим внимание, тело темно, тело светло. Как вы думаете, о чем идет речь? Что значит тело светло, тело темно? Это о цвете кожи. То есть в зависимости от того, какое у тебя око, определяет, каким будет у тебя цвет кожи. Красный, белый или черный. «Светильник для тела есть око». И обратите внимание, каким в конечном итоге тело может быть. Тело светло, тело темно. О чем это? Что значит тело темное, тело светлое? О чем речь? Внутреннее что? Око – это средство, с помощью которого в нашем теле в конечном итоге появляется либо темнота, либо тьма, либо свет. Но давайте найдем какое-то другое слово, которое может охарактеризовать вот эту фразу. Тело темно, тело светло. Какими словами мы можем еще это попытаться охарактеризовать? Что значит тело темно, тело светло? Тело чистое, тело нечистое. Как-то не совсем много проливает света. Давайте еще искать варианты. Простите? Дух. Да, хороший ответ. Только вот куда и к чему его сейчас? Когда я работал инженером-диспетчером, я помню, мы сдавали каждый год целой комиссии, сдавали экзамен. И мы сидели с моим коллегой рядышком, и комиссия задает ему вопрос, моему коллеге. Задает вопрос, как нужно выполнять работы, ну и называют ему работы, а он должен, ссылаясь на правила техники безопасности, назвать, какие нужны меры предпринять и как эти работы выполнять. Ну и мой коллега, он думает, думает, а потом отвечает такой уникальной фразой. Данный вид работ нужно выполнять в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Правда отличная, да? Зачем вообще учить эти правила? На все вопросы так ответить. То вот точно так же иногда у нас у христиан. Как это нужно понимать? В строгом соответствии со священным писанием. Не все. Ответ великолепный, но ничего не проясняет. Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю вам вот что сделать. Давайте с вами вот тут, где тело темно и тело светло, давайте вставим слово желание. Слово желание. И что мы теперь получаем? Смотрите. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, то все желания твоего тела будут светлы. Если же око твое будет худо, то все желания твоего тела будут темны. Другими словами, мы живем в телесной хижине, и нас периодически посещают разные желания. У нас иногда просыпается желание «хочу воды попить», иногда просыпается желание «хочу спать», «хочу сесть», «хочу встать», «хочу пойти». И просыпаются желания светлые, и просыпаются желания темные. Есть желания, которые нас влекут к добру, и желания, которые нас влекут во тьму. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, что является источником пробуждения желаний. Здесь Библия называет это оком. И выглядит так. То, как ты на мир смотришь, или по-другому, то, насколько чистым оком ты на мир смотришь, определяет, насколько чистые в тебе рождаются желания. Ну, вот представьте себе. Вот человек смотрит на жизнь. Вот вы сейчас можете со мной легко так вот сориентироваться. Вот человек смотрит на жизнь. Смотрите, какая его жизненная позиция. Он смотрит на жизнь так. Кто мне в этом мире может помочь? Это вот так человек на жизнь смотрит. Он просто смотрит, кто ему может помочь в решении тех проблем, которые у него есть. Скажите, если он так на жизнь смотрит, как вы думаете, с кем он будет сближаться? С кем он будет дружить? С кем он будет в близких отношениях находиться? Только с теми, кто на хорошей должности, хорошими возможностями. У кого там какие-то либо знакомства, либо связи, либо деньги, либо возможности. А смотрите, жизнь та же, но жизненный взгляд на человека на жизнь следующий. Кому я в этой жизни могу помочь? Вот как вы думаете, вот этот разный взгляд на жизнь, он будет определять, какими желаниями человек по жизни будет руководствоваться? Если его жизненная позиция, вот жизненный взгляд его такой, кому я еще могу помочь? То тогда с такой жизненной позицией, какие у человека будут просыпаться желания? У него будут просыпаться желания, я еще с тем братом не говорил, ту сестру не посетил, я еще этой многодетной семье ни разу в гостях у них не был. Вот и получается, в зависимости от того, с какой перспективы ты смотришь на жизнь, оно и определяет, какие желания просыпаются в тебя, и тебя по жизни они тобой руководят. Я вам расскажу одну историю, которую я слышал, я думаю, что это станет еще таким хорошим дополнением. В одной из африканских стран, один европейский концерн, они построили большой завод. То есть они перенесли свои производственные мощности с территории европейского государства в одну из африканских стран. И цель, почему они это сделали, для того, чтобы рабочие, которые будут работать в Африке, им заплатить надо будет намного дешевле, нежели рабочим, живущим в Европе. И благодаря этому иметь доход от продажи своей продукции больше. Ну вот появилась какая одна проблема, когда они перенесли этот завод в одну из африканских стран, появилась вот какая проблема. Не было возможности на этих рабочих никак воздействовать никаким стимулом. То есть люди работают, а им руководство говорит, если вы будете выполнять чуть-чуть лучше свою работу, вы получите больше зарплаты. А эти люди, африканцы, они говорят, нам не надо больше, мне хватает то, что есть. И когда они пытались им какие-то премиальные предложить, оно не работает. Попытаются какие-то оклады поднимать, если ты будешь качественно выполнять свою работу. В большей своей части общая реакция была такая, у меня все есть, мне ничего не надо. А все есть это что? Маленький домик, почти там ничего нет. Там ни канализация, ни сантехники, ни душевой кабины, ничего. Все очень примитивно, и людям ничего не надо. И была целая проблема. Оказывается, как же стимулировать тех, кому ничего не надо. И знаете, как они решили эту проблему? Решили очень уникальным способом. Они взяли и в бытовых комнатах, где рабочий приходит и одевает рабочую одежду, они взяли и разложили каталоги с товаром. Каталог с товаром. И вот человек, когда приходит, у него смотрит, еще есть там 15 минут, он уже переоделся, сел за столик и начал листать. Листать начал. Каталог с товаром. И вдруг увидел душевая кабина. Так это что, можно там мыться? Здесь течет, здесь стоишь, там. Ух ты! И у него появляется желание. Хочу! И в конечном итоге, благодаря обычным каталогам с товаром, они кому-то захотелось шампунь, кому-то мыло, душевую кабину, кому-то еще другие сферы комфорта и условий. Знаете, к чему это все привело? Людям начало быть интересно зарабатывать больше денег. А так как здесь не было возможности получить деньги все сразу, они пошли в местный банк и взяли там кредит, по каталогу купили то, что им надо, а теперь еще какую работу хочу выполнить, потому что денег не хватает. И вот теперь обратите внимание, с чего все началось? С ока. Пока поддон не видел, он и не надо был. А как только поддон увидел, то сразу хочу. Вот почему, знаете, какая шутка есть в Америке среди славянских церквей, вернее, не славянских церквей, а среди славян и мужей, именно мужчин, братьев. Там есть такая поговорка, и они говорят друг другу так. Моя жена перемещается по молу. Знаете, что такое мол? Это большой магазин. Но это не магазин, это такой целый большой комплекс, который в себе объединяет множество магазинов. Такой большой суперцентр. Так вот, мол, он система магазинов такая по Америке, то братья говорят так. Моя жена перемещается по молу со скоростью 100 долларов в час. То выглядит так, кто как измеряет скорость. Кто в километрах в час, а кто в количестве денег, потраченных в час. Поэтому, братья, чем меньше ваши жены будут ходить по магазинам, тем больше у вас останется денег в семье. Но, с другой стороны, тем реже вы будете отправлять своих жен в магазин, тем хуже у них будет настроение. А так, прошла жена по магазину, и хорошо. Поэтому, где-то надо вот какую-то золотую серединку находить. Вроде как и запрещать нельзя, и сильно много гулять тоже вредно. Где-то какую-то серединку такую золотую надо найти. Кстати, я не так давно слышал от одного брата. Я лично сам этого не читал, но это были его слова. Он говорит, что он где-то читал исследования ученых, что из себя представляет состояние мужчины, когда он со своей женой гуляет по большим торговым площадям. Так вот, по свидетельству этого брата, он сказал, что ученые признают состояние мужчины близкое к инфаркту сердца. Я не знаю, насколько это правда, но когда я услышал об этом, то мне мой друг, который об этом сказал, он говорит, я именно поэтому так и говорю своей жене, Ира, ты иди, а я подожду. Потому что, ну вот, зачем инфаркт зарабатывать? Поэтому, сестры, берегите ваших мужей. Возвращаемся к нашему тексту. Для того, чтобы этот текст Священного Писания лучшим образом его истолковать, необходимо прочесть немножечко выше. Мы с вами читали с 22 по 23 стих, а сейчас прочитаем с 19 по 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где вор не подкапывает и не крадет, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Давайте обратим внимание, что в этом тексте есть слово «сокровище», «сокровище», «сокровище». И обратите внимание, сразу же следующий текст, вот после этого отрывка, так прямо и написано. «Ибо светильник для тела ока». Обратите внимание, как эти тексты между собой и увязаны. Другими словами, то, что ты по жизни считаешь сокровищем, к этому и будет тянуться твое сердце. Если ты по жизни сокровищем считаешь, к примеру, щедрость, вот ты щедрость считаешь сокровищем, скажи тогда, что ты по жизни будешь думать? Ты будешь думать о том, как с другим поделиться. А если твоя основная жизненная ценность, которую ты имеешь в сердце, это значит иметь у себя и побольше. То есть, другими словами, основная твоя жизненная, твой взгляд на жизнь – это копи, накапливай, умножай и увеличивай. Что тогда по жизни ты будешь делать? Ты будешь с другими людьми делиться? Ты будешь думать, как у других людей взять? Ты не будешь думать, как другому дать? Ты будешь думать о том, как от другого что-то взять? Так вот, сокровища, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и ворни подкапывают, и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе. Вот слово «сокровище». Мы с вами для себя должны понять четко, что то, что я для себя считаю сокровищным или ценным, или важным, именно этот элемент сокровища и будет определять мои жизненные поступки, мною сделанные в жизни принятые решения, именно сокровища. Но сокровища – это то, что мы с вами каждый в своем сердце формируем в процессе жизни. Мы с вами в этот мир пришли, и, как правило, мало кто из нас от рождения имеет уже четко сформированную систему ценностей в своем сердце. Мы эту систему ценностей по жизни приобретаем. Приобретаем ее через то, что мы имеем наставление от родителей. И родители нам прививают и говорят, быть честным – это правильно. А кто-то другой оказывается совсем в другом окружении, и прививают ему совсем другую ценность, что не надо работать, надо отнимать у тех, кто уже заработал. И выглядит так, что жизненные правила у человека очень просты. Он не думает о том, как заработать, он думает о том, и пытается в этом деле приобретать еще и мастерство развивать, как отнять у другого, который уже смог заработать, честно приобрел. Вот теперь вы можете четко понять, система ценностей, которая у человека в сердце, которая является сокровищем, она и будет определять, куда человек будет стремиться. Знаете, что такое система ценностей? Система ценностей – это вы можете вот сейчас образно для себя взять, как маленькое стекло. Стекло. И та система ценностей, которую вы имеете, она и отражает ту призму, куда вы смотрите. К одному мудрецу пришел один человек, и этот человек ему задает такой вопрос. Скажи, пожалуйста, наставник, учитель или мудрец, как ты можешь объяснить, когда мы с моим другом жили долгие годы вместе, очень близко дружили, он всегда помогал мне, я всегда помогал ему, он видел мои нужды, я видел его нужды, мы всегда друг другу помогали. А потом он говорит, а потом мой друг начал богатеть. Открылся какой-то источник дохода, и у него денег стало все больше, больше и больше. И вот пришел человек к мудрецу и говорит, мой друг совсем не видит меня. Он не видит ни моих нужд, ни моих проблем, ни моих сложностей. Как ты можешь объяснить? И этот мудрец обращается к этому человеку и говорит, посмотри на улицу через стекло. И этот человек смотрит через стекло, а мудрец спрашивает, а что ты видишь? Он говорит, вижу, как дети играют на улице, вижу цветы, вижу деревья, зеленую траву. Он говорит, а теперь возьми и на это же стекло, только с обратной стороны нанеси немножко серебра. И получится зеркало. И теперь, если ты будешь смотреть в это же стекло, когда сзади немножко нанесено серебра, что ты будешь видеть? Только самого себя. Вот и получается, что одно и то же стекло, чуть-чуть больше серебра, и уже вижу только самого себя. Вот и получается система ценностей. Один человек, он смотрит и видит других, другой же видит только себя, видит свое и больше никого. Выглядит так, что для него очень важно купить новую, уже десятую по счету лодку, чтобы ехать на рыбалку. Для него это важно. Но он не видит, что у другого в многодетной семье даже не за что купить там бутылочку, чтобы детской смесью накормить малыша. Другими словами, у него глаза закрыты от нужд другого, но зато он видит большими глазами нужды свои. Так вот эта система ценностей, никто из нас с этой системой ценностей не рождается. Это система ценностей, которая в процессе жизни каждый из нас ее приобретает. И хорошо, когда мы с вами на земле ценим то, что ценит Бог. И когда мы на второй план отталкиваем или отлаживаем то, что ничего не стоит и в Божьих очах. Вот эту систему ценностей, это как раз вот то сокровище, о котором говорил здесь Иисус. Что если ты будешь иметь правильную систему ценностей, то это будет помогать тебе правильно смотреть на жизнь. Ты тогда правильно глядя на жизнь, ты тогда в своем сердце будешь чувствовать побуждающее или просыпающееся правильное желание. Ну, я вам простой вопрос задам. Вот смотрите. К примеру, вот человек, какими желаниями он по жизни может руководствоваться? Христианин. Богобоязненный человек. И вот какое у него по жизни желание. Где я еще не был? Куда я еще не ездил? Где я еще не отдыхал? На какой экскурсии я еще не присутствовал? И вы можете обратить внимание, что если это основное желание, которое у христианина, то без конца найдется огромнейший перечень, чтобы на эти желания предложить ему предложение. Едь там в Тунис, в Египет, в Израиль. И выглядит так, что вся жизнь будет посвящена только тому, что еще туда не поехал, на той экскурсии еще не был, этого не видел, там еще не был. А если христианин, богобоязненный, христианин, оправданный, читающий Библию, задается вопросом, Боже, А что я еще могу сделать для тебя? Вот я здесь на земле, к примеру, в городе Литва, что я еще могу сделать? Чем я могу быть тебе полезен? Где, кому, как и каким образом я что-то могу сделать, чтобы это было приятно твоим святым очам? И Господь может положить на сердце абсолютно простые повседневные вещи. Посети многодетного, засвидетельствуй человеку о Боге, скажи коллегу по работе, найди возможность помочь тому, кому тяжело и трудно. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, как Иисус сказал, светильник для тела есть око. И обратите внимание, что он дальше говорит, если око твое худо, это значит, если система твоей ценностей пред Богом является плохой, то значит, такие по жизни тобой и будут руководить желания. Желания, которые будут только сосредоточены на тебе, на твоем и так далее. А если же око твое будет чисто, другими словами, система ценностей в твоем сердце, она будет от Бога и Божья, библейская, то тогда ты будешь думать не о том, как другого взять, ты будешь думать о том, как другому дать. Ты будешь не искать тех, кто поможет тебе, а ты будешь искать, кому предложить помощь свою. И обратите внимание, что там, в этом тексте, дальше Иисус сказал, «Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Про что это речь? Итак, смотри, свет, который в тебе». Это вопрос, который приблизительно звучит так. «Итак, проверь, что за желания у тебя по жизни просыпаются?» и дальше говорит, «И если это желание тьма, то какая же степень тьмы уже в твоей жизни имеет место? То какова же тьма?» Так вот, мы с вами для себя должны четко понять, что система ценностей, которую в нашем сердце должна быть, она должна быть библейская. И если она есть, то тогда и желания по жизни будут совсем иные. Сокровища – это ценности, которые формирует каждый человек в своей жизни самостоятельно. «Они могут быть от земли материальными или с неба духовными». Вот наши жизненные ценности, они могут быть либо происхождению от земли, либо по происхождению с неба. Мы можем по жизни руководствоваться либо небесными стандартами, либо земными. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вот обратите внимание, что здесь призывает Господь в себе смотреть. Итак, если свет, который в тебе тьма. Другими словами, если желания, которыми ты по жизни руководствуешься, они в себе содержат тьму, то проверь, какая же степень этой тьмы в желаниях твоих по жизни. Другими словами, это призыв подвергнуть анализу те жизненные порывы, те жизненные побуждающие факторы, по которым человек делает то или иное. Вот один брат, он хорошую мысль сказал, он говорит, у многих из нас наше «не могу», оно не настоящее. Вот отдельные люди, когда у них иногда что-то с ними разговариваешь, они иногда говорят, я не могу, я не могу. И может быть, кто-то и из нас, присутствующих здесь, не раз, не только людям, но и Богу, говорил такие слова, я не могу. Так вот, у многих из нас наше «не могу», оно не настоящее. И я вам это постараюсь сейчас помочь прояснить. Вот представьте себе, пожалуйста, вот все вы, представьте себе, пожалуйста, что завтра вы умрете. Живите как можно дольше, ну, в качестве эксперимента представьте себе, что завтра вы умрете. И зная это, скажите, вы сможете сегодня отказаться от того, от чего вы говорили «не могу»? Ну, вот задумайтесь, получилось? Я больше, чем уверен, получилось. То есть кто-то говорит, слушай, ну, не груби своему мужу. А жена говорит, не могу. Хорошо, тогда представь себе, что завтра ты умрешь. Да, да. Сможешь ты вот этот вечер прожить, не ругаясь с мужем? Да, получилось? Ну, надо же, оказывается, твое «не могу», оно не настоящее. Так вот, у многих из нас, во многих других сферах жизни, у нас наше «не могу», оно не настоящее. Оно просто немножечко такое искусственное, потому что мы думаем больше о своей выгоде, о своем каком-то таком уютном или комфортном положении. И именно поэтому иногда мы себя оправдываем словами «не могу», а оно на самом деле не всегда настоящее. «Око» – это то, что мы смотрим на свою жизнь и окружающих людей. Это то, через что мы смотрим. Следующее. А смотрим мы с позиции тех ценностей, которые сформированы в нашем сердце. Простите, что такое шрифт, не совсем четко виден. Что я от людей могу взять – это материальные ценности. Или что я могу людям дать. Это позиция духовных ценностей. И вот теперь, я думаю, вы теперь прекрасно понимаете, что оказывается в этом тексте, такой лаконичный, короткий текст, а в нем есть такое глубокое исследование каждого человека самого себя. И Иисус просто сказал, «Ты на жизнь будешь смотреть так, в зависимости от того, какие ценности ты в сердце своем имеешь. Если ты будешь ценить небесное, ты по жизни на все будешь смотреть с небесной перспективой. Ты будешь в этой жизни принимать участие лишь только в том, что имеет в конечном итоге, конечную перспективу вознаграждения и воздаяния в небе. А если у тебя система ценностей земная, то ты на все в этой жизни будешь смотреть с перспективой воздаяния на земле. С тобою подружусь, потому что у тебя, не знаю, хорошая должность. С тобою буду в близких отношениях, потому что у тебя много денег. А если с перспективы неба все по-другому, я лучше охотнее отдам свои деньги, потому что я знаю в вечности Господь, я буду иметь воздаяние. Я лучше здесь откликнусь и пойду помогу другому, нежели буду звать на помощь к себе, потому что это имеет воздаяние на небесах. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, как очень глубоко в этих словах можно найти глубочайшую мысль. То, как ты смотришь на жизнь, оно, весь этот взгляд, он определяет, с какой перспективы и ценности ты на него смотришь. Что происходит в служениях? Когда мы приходим на служение или дома читаем Священное Писание, Бог работает и преображает наше мышление. Он преображает, чтобы наше мышление с земного стало небесным, из плотского – духовным, из такого материального стало духовным. Это Бог работает над нами. И обратите внимание, как апостол Павел, уже будучи преображенный в этом мышлении, говорит какие слова «Я охотно буду издерживать свое и изнурять себя, чрезмерно любя вас, но при этом менее любим вами». Правда, интересное рассуждение человека «Я охотно». Его никто не заставлял, не принуждал. Это было решение человека. Он говорит «Я охотно буду изнурять себя и издерживать свое». Это значит, Павел говорит так, «Я буду трудиться для вас, свое собственное время жертвуя и из своего кармана самого себя питая, грея и одевая, чрезмерно любя вас, но при этом менее любим вами». Правда, интересное мышление. У многих из нас, ну не то, что у многих из нас, но у какой-то доли людей, есть взгляд на жизнь такой «Мне все должны». И вот человек так по жизни и на жизнь и смотрит так, «Все должны меня видеть, здороваться, уважать, улыбаться, здоровья желать, благословения озвучивать». Это жизненная позиция. А если кто-то такого не сделал, он удостоится чести увидеть мой суровый взгляд, а может быть и услышит какие-нибудь не совсем теплые и ласковые слова. А теперь вспомните апостола Павла. Вот Павел человек, обратите внимание, как он говорит, «Ибо я должен и еленам, и варварам, и скифам, и невеждам». Подожди, что, Павел, ты? «Ибо я должен». Обратите внимание, как интересно у этого человека все совсем по-другому. Он не других считает должниками, а себя видит должником для всех других. Вот правда интересно. Выглядит так. Себя сделал должником по отношению к другим людям, и при этом этим людям говорит, «Я буду изнурять себя и издерживать свое». Так вот, такого рода преображение, оно может произойти лишь только благодаря сверхъестественной работе Божьей благодати. А в Евангелии от Луки вы можете вспомнить текст, где написано так, что «И непокоривым» написано так, «Дать образ мыслей праведников, чтобы приготовить себе народ». Чтобы приготовить себе народ. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, «И непокоривым дать образ мыслей праведников». Оказывается, у праведников, у них совсем другая система мышления, нежели у непокорных Божьему Слову людей. И в чем же они отличаются? Вот вам несколько параллелей проведу. Скажите, что блажение давать или брать? Да, ну, вы сейчас легко процитировали текст Писания, и вы правильно это сделали. А теперь можно ничего вслух не озвучивать, просто для себя. Когда в соответствии с этим текстом Писания, когда последний раз вы в точности поступили? То есть вы дали. И давая, внутри себя ощутили блаженство. То есть вы давали, и при этом вот так давали. Надо же снова денег просит. Да на уже, сколько же можно этих денег? Блаженный? Не блаженный. Блаженный – это тогда, когда, Господи, я благодарю Тебя за привилегию, что я своими деньгами могу поучаствовать в Твоем славном, чудном и великом служении. И я теперь задаю вопрос. Смотрите, мы говорим, блажение давать, нежели брать. Да, так написано. А теперь скажите, пожалуйста, а кто из нас уже в духовном возрасте поднялся на такую ступеньку, что на самом деле, жертвуя, он в этом получает удовольствие? Что когда он что-то от себя отделяет, не стенает, не мучается, а получает удовольствие? У меня есть много хороших таких друзей, в жизни которых, вот то, что я вам говорю, в их жизни это просто по жизни есть. Это человек, которому есть братья, у меня друзья, которые вот просто по жизни, им просто приятно что-то за свой счет сделать другому. И это на самом деле огромнейшее удовольствие. Если человек это удовольствие понял, в своей жизни достиг, это огромнейшее счастье. Так вот, я и говорю, образ мысли праведников, оказывается, он совсем другой, нежели у мирских людей. Мирской человек понимает так, в карман положил больше счастливый, а праведник рассуждает так, если смог поделиться с другими, вот оно счастье, вот оно блаженство. Это не значит, что надо своих детей обделить на кусок хлеба, или там свой дом оставить без внимания, нет, но нельзя сосредоточиться только на себе. Вы знаете, что мирские люди, они в поле своего зрения имеют только своих людей. Мирские люди, они видят только себя и своих близких. Редко у кого открываются глаза, видят чуть-чуть дальше, чем за забор своей семьи. верующие же люди, христиане, это люди, которые видят не только, берут во внимание нужды своей семьи, детей, жены, родных и близких, но это те, которые видят всех. И то, что для него является по силам, на нужду, которую он видит, откликнуться, помочь, он всегда готов это сделать. И делает это не под бременем, не под принуждением, а делает это с удовольствием, зная, что это хорошая возможность быть в Божьей руке источником, чтобы для другому человеку дать благословение. Так вот мы с вами теперь и говорим вот об этой системе ценностей. Никто из нас с этой системой ценностей не рождается в этот мир. Это система ценностей, которая в нас с вами со временем должна преобразиться, измениться. Вот почему и написано «блажение давать, нежели брать». Так написано. А для кого из нас эти написанные слова уже стали реальным описанием нашей жизни? Вот можно ли, вот глядя на вас или на меня и просто за вами так по жизни следуя, прямо так и говорить «получает блаженство, когда дает». Просто констатирует факт. Когда другому дает, и прямо так люди констатируют, слушай, улыбается, наслаждается, поет и восхищается, когда кому-то что-то дал. Вы можете легко это увидеть, и казалось бы, какая разница. Так вот, это все из той же категории. Следующий образ мысли праведника написано в Писании так. «Тот из вас, кто хочет быть наибольшим, будь всем слугой». Помните это противопоставление, когда он говорил и называл такие слова «кто больше, возлежащий или служащий?» «Не возлежащий ли?» А Иисус дальше говорит «а я посреди вас как служащий». Вот смотрите, с точки зрения этого мира все выглядит так. «Если ты начальник, значит, тебе служат другие». И люди без конца пытаются этот статус своей жизни достигнуть, чтобы не служить другим, а организовать, чтобы другие служили ему, обслуживая его желания и так далее. Иисус же сказал, «а я говорю вам, что если ты хочешь быть большим, будь всем слугой». Вот обратите, пожалуйста, внимание, если у человека этого мышления, этого и перемены не произошло, тогда будет ситуация выглядеть всегда, у него всегда будут амбиции начальника. Всегда. Ему всегда будет хотеться, чтобы ему другие служили, его приказы выполняли, распоряжения его прислушивались. А если он человек, у которого мышление поменялось, и он теперь свою жизнь соизмеряет с перспективой вечности, он говорит, «Господи, так ведь на небесах, оказывается, в твоих глазах высок не тот, кто возлежит, а тот, кто умеет служить». Тот, кто умеет свое отдать, своим пожертвовать, время свое отдать, другому помочь. Если у человека вот эта перемена мышления произошла, каким будет теперь его жизненное поведение? Он никогда не будет вести себя так, кем-то командовать, или кому-то что-то там грубо говорить, он наоборот будет говорить, «я готов помочь, чем тебя поддержать, а чем я могу быть тебе полезен». Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, вот это сокровище, «собирайтесь о сокровище на небесах», ты будешь тянуться только к тому, что сокровищем считаешь. Почему многие люди, к примеру, которые не знают цену отдельным вещам, их эти вещи даже не интересуют? Потому что любого человека, его тянет лишь только к тому, что он в своем понимании понимает, оно ценно, оно сокровище. Так вот, об этом мы с вами сейчас и говорим. То, с позиции каких ценностей ты смотришь на свою жизнь и окружающих людей, определяет, какие желания рождаются в твоем теле. Желания светлые или темные? Желание дать или желание взять? Желание найти кого-то, кто бы мне еще помог? Или желание помочь и предложить свои услуги на помощь для другого? И вот обратите внимание, с такого короткого текста оказывается такую глубокую мысль можно извлечь, которая чуть ли не описывает образ жизни нашего повседневного, нашу повседневную жизнь. Рассматривая свои желания, можно определить, с позиции каких ценностей ты смотришь на жизнь. Как теперь человеку определиться с ценностями? А какими ценностями я по жизни руководствуюсь? Вот что сказал в этой притче Иисус. Итак, если свет, который в тебе тьма, другими словами, возьми и проверь, какими желаниями по жизни ты руководствуешься в большинстве своих случаев. Если теперь ты говоришь тьма, дальше Господь говорит, и какова тьма? Другими словами, и как насколько много этого в твоей жизни, как много эгоизма, как много замкнутого на тебе, как много замкнутого на своем. Так вот, светильником для тела есть око. И то, как мы на мир смотрим, с позиции каких ценностей, это и определяет, какие желания в нас просыпаются. Есть один текст во второзаконии, который чуть-чуть на нашу тему может еще маленькую деталь добавить. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу и будет тебе грех». Что это за интересная ситуация была в Израиле? Седьмой год. Седьмой год в Израиле было интересное постановление. Кстати, вот семь лет – это то, чем пользуются, кстати, законодательные в Соединенных Штатах Америки. Если человек нарушил правила дорожного движения, допустим, проехал на красный сигнал светофора, за ним это нарушение числится семь лет. И после этого оно с его историей или с его биографией исчезает. И выглядит так, что в Соединенных Штатах Америки это в какой-то степени библейский принцип, они его вотворили в законодательную часть. То есть нарушение, сделанное тобой, оно влияет на твою жизнь семь лет. И если за это время ты ничего больше не сделал, вот все, ты выглядит так, что ты невинен и чист. Так вот, вы можете себе представить такую ситуацию? Седьмой год, год отпущения или год прощения. В чем была его интересная ситуация? Ситуация такая. Завтра начинается седьмой год. Ну вот представьте себе. А сегодня к вам пришел человек и говорит, дай сто долларов. А вы рассуждаете так. Если дам ему сегодня, а завтра седьмой год. Все, сегодня даю, а завтра забудь мои сто долларов. Прощайте навсегда. И слушайте внимательно, что говорит Господь. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое... Какая мысль? Обратите внимание, беззаконная. И что же это за мысль? Приближается седьмой год. Год прощения. Выглядит так. Он просит денег. И я понимаю, что он мне их уже ни за что не вернет. Почему? Потому что завтра я обязан ему простить. И обратите внимание, наличие такого рассуждения, обратите внимание, беззаконная мысль. Оказывается, Бог так внимательно всматривается в вашу и в мою жизнь, что даже и на уровне мысли Он вас понимает. Сейчас вот, когда зазвонил телефон, я в Германии был в одной церкви, и там был интересный такой случай. Одна сестра, она такая ревностная по жизни, и ей не так давно родные дети купили мобильный телефон. Она послушно положила его к себе в сумочку, он лежит в сумочке, и вдруг среди служения он... ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И эта сестра, ну, по свойственной ей склонности, ревность по Богу. В конце концов, выключите телефон, вы же на служение пришли. А он ба-ба-ба-ба-ба. Ну, выезжаем, вот... и она с такой ревностью проявляет. И она-то раз, два, три, а потом люди рядышком, сестра, это же с вашей сумочки. Выглядит так, что сестра успокаивала всех, только не подразумевала, что, оказывается, она тоже может в подобную историю попасть. Поэтому, если вы кому-то очень строги, знайте, строгость когда-то обернется и на вашу голову тоже. Итак, беззаконная мысль. Приближается седьмой год. А теперь обратите, пожалуйста, внимание. Наличие такого рассуждения. Вот помните, мы с вами говорили, система ценностей. Это мое мышление. Вот оно мышление. Приближается седьмой год. Год прощения. А теперь обратите внимание, на что это влияет. И чтоб от того глаз твой не сделался, не милостив. Помните, что говорил Иисус? Светильником для тела есть око. А вот что здесь говорит в Ветхом Завете. Он говорит, послушай, мысль пришла, не отдаст. И тут же глаз становится не милостив. Он смотрит на этого человека, и у него уже никакого нет желания ему что-то давать. Милости и желания пожертвовать нет. И обратите внимание, что происходит дальше. Глаз твой сделался не милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Видите, какая взаимосвязь? Мысль, глаз и поступок не дам. Вот это как раз то, что мы с вами и проследили в Новом Завете. Вот эти все вещи. Система ценностей в моем мышлении определяет, как я смотрю на жизнь. А мой взгляд на жизнь системой ценностей определяет, кому я говорю, дам, а кому говорю, не дам. Пойду и откажу, сделаю и не сделаю. Вот оказывается, как удивительное учение Иисуса Христа глубоко проникает в наше естество и в нашей жизни расставляет те акценты, что в нашей жизни может изменяться, преображаться и быть совсем другим и иным. Следующую часть, которую мы с вами рассмотрим, это послание. Послание это тоже как отдельная отдельная часть в Священном Писании, где мы с вами можем иметь послание к Ефесянам, к Галатам, послание к Фессалоникийцам, к Филиппу. Кстати, есть ли такое послание к Филимону? Кто-то из вас знает, есть оно или нет? Послание к Филимону есть, да? Или нет? Есть, да? Слава Богу есть. Послание к Филимону. Это почему я говорю, слава Богу есть. На одном служении, вернее, на одной такой братской встрече один брат-епископ обращается к другому брату и говорит, почитай из послания к Филимону. А тот брат даже не шевелится, смотрит в глаза этому брату-служителю. Он говорит, ну, прочитай из послания к Филимону и называет ему стих. А он ему в ответ говорит, чего вы надо мной шутите? Послания к Филимону в Библии нет. Зачем вы меня просите читать с книги, которая не существует? А этот брат-служитель так спокойно открывает свою Библию и читает послание к Филимону. Стих и цитирует. Вот он цитирует, а у брата глаза широко открываются. Он получил откровение. Послание к Филимону есть. Кстати, вот насчет простых таких знаний. В Украине есть альтернативная воинская служба. Это значит, когда молодой парень 18 лет, он приходит в военкомат, он говорит, я верующий, и его не посылают в строевые воинские части, чтобы он мог оружие носить, присягу принимать, а ему предлагают альтернативную воинскую службу. Это может там санитаром где-то в поликлинике работать, ну и так далее. То есть гражданская такая форма работы, но которая, на которую люди не особо-то соглашаются, потому что она неоплачиваемая, ну и так далее. Ну и вот один брат пришел в военкомат и принес справку с печатью, подписью пастора, что он член церкви. А офицер военкомата говорит, ты христианин? Да, точно? Ну вот справка. Он говорит, ну справку-то я вижу. И дальше говорит, ну хорошо, давай я подвергну тебя тесту сам. И говорит ему, назови мне 12 апостолов Иисуса Христа. Наш брат начал перечислять и где-то так 8-9 назвал, но до 12 не дотянул. Этот офицер делает паузу и говорит, хорошо, попытка вторая, назови 10 заповедей Моисеевого закона. Наш брат тоже предпринимал максимальное усилие, чтобы назвать, где-то до 8 дотянул, но до 10 так и не смог. И берет этот офицер военкомата, складывает эту справку с печатью, с подписью пастора, отдает ему в руки и говорит, иди к своему пастору и пусть он тебя научит. 12 апостолов Иисуса Христа и 10 заповедей Моисеевого закона. Придешь и проверю еще раз. Так вот так получается, что иногда наше христианство, иногда люди желают проверить. Поэтому, чтобы вам не попасть в неловкую ситуацию, учите 12 апостолов Иисуса Христа и 10 заповедей Моисеевого закона. Итак, послания. Послания в Новом Завете выглядят преимущественно настоящим письмом, предназначенным лишь тому или тем, кому оно было адресовано. Обычно поводом для написания было желание автора исправить поведение или разъяснить ошибочный взгляд получателей. Они написаны автором по определенному случаю или по определенному поводу. Все эти письма из первого века. Они были писаны из контекста автора в контекст получателя. Первое послание коринфянам было написано по причине определенной информации, которую знал Павел. Ну, например, Павел имел верный слух. Вот скажите, мы с вами знаем, что это был за верный слух? Мы только маленькую часть этого верного слуха знаем. То есть, Павел имел верный слух, а этот верный слух ни вы, ни я его до конца не знаете. Следующее. От домашних хлоиных ему стало известно. Хлоиных знал он, но хлоиных не знаете ни вы, ни я. Что конкретно хлоиных сказали Павлу и какую информацию передали, тоже нам неизвестно. Он писал 7.1. О чем вы писали мне? Кто-то из вас знает, о чем они писали ему? Маленькая часть там есть. Что о чем вы писали мне? И дальше он там объясняет о семейных взаимоотношениях. Но все, что было в том письме не знаете ни вы, ни я. Следующее. В тексте Павла написано относительно. И он там дальше пишет относительно от чего? А что до или о и дальше много используется текста выглядит как ответ Павла на ранее полученные письменные вопросы, которые коринфяне ему озвучили. Почему мы с вами это сейчас отмечаем? Потому что при толковании посланий нам с вами нужно признаться, что мы не обладаем всей полнотой информации, которая касается информации, которую узнал тот, кто писал, и до конца не знаем ситуации в жизни тех, кому это послание было адресовано. Нам содержание верных слухов, информация от домашних лойных или содержание письма Коринфян Павлу это неизвестно, что и составляет определенную трудность при толковании этого послания. Проблемы толкования посланий. Большинство наших проблем в толковании посланий возникает от незнания всех причин, побудивших автора написать то или иное послание. Это похоже на прослушивание беседы двух людей по телефону, но вам доступен лишь только текст одного собеседника. Правда, трудно догадаться до тонкостей, о чем идет речь, если вы слышите только одного собеседника. Вот он держит телефон ухо и только да, 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 нет, ну как договаривались. А вы можете вообще о чем речь? То есть вам известен диалог только одной стороны и это создает определенную трудность для того, чтобы понять что же там на второй стороне за диалог, за ответы, за фразы и слова. Ибо надлежит, вот давайте с вами несколько текстов из посланий возьмем и некоторые из них чуть-чуть порассуждаем. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Это первое послание Коринфянам 11.19. Вот хочу вам задать вопрос по поводу искусных. Скажите, что это за люди? Это хорошие или плохие? Добрые или злые? Это люди, которые в себе содержат свет или тьму. Искусные это что за они? Которые писания неплохо или плохо? Один человек говорил, ибо должно быть между вами разномыслием, дабы открылись между вами искусные. И он это объяснил так. Это искусители. Чтобы открылись искусители. Эти хитрые люди, которые искушают всех вокруг и во всяком месте. Так вот, я почему и задаю вопрос. Это искусители? То есть, это те, которые плохие? Или это искусные в плане талантливые, способные? Вот для того, чтобы это русское слово лучше понять, мы можем с вами обратиться к греческому слову. Дякаймой. Вот, кстати, это слово, оно неправильно, оно с должно быть. Дякаймус. Извиняюсь, докимой, мос. Вот как это греческое слово читается, но, к сожалению, тут шрифт не совсем так правильно отображается. Итак, обратите внимание, это греческое слово докимос. Это в конце с должно быть. И оно переводится так. Испытанный, испробованный, проверенный, отличный, достойный, славный, подлинный, настоящий, приятный, лучший. Вы что-то видите в этих словах такое страшное? Искусителя какого-нибудь видите? Нет. Вот оказывается. Ибо надлежит быть разномыслию между вами, дабы открылись между вами, а теперь любое слово, дабы открылись между вами испытанные, испробованные, проверенные, отличные, достойные, славные, подлинные, настоящие, приятные, лучшие. То есть, другими словами, апостол Павел здесь говорит так, должно быть между вами разным мнением, чтобы в процессе беседы выяснился тот, кто лучше, кто мудрее, кто глубже в познании, кто яснее может объяснить и лучше свою точку отстоять. Другими словами, здесь слово искусное, это не искуситель, это не плохой, не вредный, не страшный человек, а наоборот, талантливый, способный, одаренный и так далее. Это не негативный, а позитивный человек. Почему толковать этот текст, вот почему в этом отношении искусное нам помогает, когда мы обращаемся к слову оригинала, потому что оно снимает разное разночтение. Ибо должно быть между вами и вами и разность мнений, чтобы испытанные обнаружились между вами. Вот это текст Священного Писания, который я вам сейчас внизу предложил, это под редакцией Кассиана. Есть такой православный священник, он живет, жил во Франции, может быть, даже и живет сейчас, он сделал перевод Нового Завета и сделал его очень таким прекрасным, если в текстовом варианте его почти нет, к сожалению. Он маленьким тиражом был издан и только там очень быстро раскупился, а в электронном виде этот вариант есть. Так это вот его перевод этого же текста, ибо должно быть между вами разность мнений, чтобы испытанные обнаружились между вами. То есть здесь не сказано о плохом, о хорошем. Еще один текст, послание к римлянам. Давайте с вами разберемся с одним таким русским словом, которое иногда воспринимается чуть ли не ругательством, слово тварь. Ну, тварь, не в виде, да, не в виде какого-то унижения или оскорбления, а в виде библейского слова, которое есть в тексте. И давайте с ним разберемся. Римлянам 8, 19-23. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, тлению, свободу славы детей Божьих. Что нас с вами здесь может интересовать? Интересовать нас с вами может следующее. Тварь – это люди или люди плюс животные? Вот один из вариантов толкования выглядит следующим образом, что это люди плюс животные, то есть это и люди и весь животный мир. Ну, давайте, ну вот, первому, вот, Татьяна, мы с вами уже познакомились вчера. Назовите, Татьяна, ваше любимое животное. Не, ну одно. Кошка. Давайте сейчас вместо слова тварь, давайте подставим слово кошка. И просто проверим, можно ли как-то оно, нормально ли оно вписывается. Ибо кошка с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что кошка покорилась суете недобровольно, но по боре покорившего ее в надежде, что и все кошки освобождены будут от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Ну, получилось, но реакция у вас интересная, что-то вы не назидались, а смеялись. Знаете, как написано в Писании, один человек сказал так, проповедь Евангелия может достигать три, иметь три воздействия на человека. Первое, она может человека назидать, второе, может его развлекать, а третье может его томить. Вот любой проповедник, он может либо томить, либо развлекать, либо назидать. Но вот что-то я когда про кошку читал, то мне кажется, вы только развлекались, но не назидались. так вот, так вот, исходя из этого, это сейчас предварительное, а я вам предлагаю сейчас просто заглянуть немножко в текст. Кремлинам использовано слово ктисис, но вот тоже с почему-то страдает здесь в шрифтах. Кремлинам использовано древнегреческое слово ктисис. И это древнегреческое слово, оно имеет следующее, создание, творение, основание, устроение, творение, начальство, власть. Второе, Коринфианам 5,17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, ктисис. Древнее прошло, теперь все новое. Может ли быть во Христе кто-то из представителей животного мира? Нет. Следующий текст, Галатам 6,15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь. Тоже использовано слово ктисис. Тоже во Христе может быть и в первом, и во втором случае, может это только имеет обетование к человеку. Этот человек может уверовать и стать новой тварью, и стать человеком, у которого древнего прошло, а теперь ожидает его все только новое. Евреям 4,13. Ибо нет тварей ктисис, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Тут точно описано, что это речь идет о человеке, который за свою жизнь и даст Богу отчет. И обратите внимание, в этих текстах везде использовано одно и то же греческое слово ктисис. Следующий. В этих текстах слово ктисис исключает животных, а подразумевает только человека. Когда подразумевается животное, используется другое греческое слово, которое читается так ктисма, творение, тварь создание. Вот один текст, который на этот счет очень красноречиво показывает. 1 Тимофею, 4,4. Ибо всякое творение ктисма Божье хорошо и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением. А про что здесь была речь? Про пищу. Потому что там и так и прямо написано, что если принимается с благодарением. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, везде, где русское слово тварь, где мы используем слово тварь, в греческом языке, если оно включало в себя только человека, использовало слово ктисис. А где подразумевалось включая и животный мир, в греческом языке, оказывается, есть отдельное слово, которое они использовали ктисма. Вот потому вот этот текст, который мы из послания к римлянам с вами читали, он оказывается, как тварь, включает в себя человека, как расу, при этом исключая животный мир, который нас с вами окружает. Кстати, в отношении пищи. Обратите внимание, кстати, пожалуйста, скажите, что мы с вами по учению Нового Завета, что мы можем кушать. Значит, чего нельзя кушать? Вот по Писанию. Идоложертвенного, крови и удавлены. А теперь скажите, а как вам насчет лапок лягушек? Как-то пробовали, вы кушали, жевали? Лекс, фрокс. Это в Америке. Я помню, когда один человек русскоязычный передо мной идет в одном таком китайском, как он там, буфет его называет. И он такой счастливый, такие хорошие, вроде бы, окорочка ложит себе. А я читаю, написано, ну, лекс, фрокс, это ноги лягушек. Я сам себе говорю, а ты хоть знаешь, что это нет? А я молчу, думаю, ладно, наслаждаюсь, зачем человеку портить жизнь? Так вот, как вам насчет креветок, вот там, лягушек, паучков, жучков, вообще их можно есть или нет? Нет? Нельзя, да? Есть, вот послушайте, есть по Писанию, есть по Писанию один критерий, который каждый из вас может разобраться, что вы можете кушать, а что нет. Слушайте внимательно как. Если принимается, с благодарением. Слушайте, критерий очень простой. Вот если лежит ножки лягушек у вас на столе, вы смотрите и у вас язык не поворачивается, сказать, Господи, слава Тебе. Если язык не поворачивается, вам есть нельзя. Вы не можете принять с благодарением. А если вы смотрите на эти лягушечки, ножки и говорите, Господи, я так Тебя благодарю, что Ты заботишься обо мне и эту пищу не спосылаешь мне, значит, можете есть. Критерий, что вы можете кушать, а что нет, очень простой. Если можете принять с благодарением, можете кушать. А если язык не поворачивается, благодарить, значит, и в рот не несите. Не пойдет. И вот что очень важно. Если за что-то не можете благодарить вы, то только это нельзя есть вам. А если у другого очень даже запросто находятся слова благодарения за то, за что вы не можете благодарить, то вы его не осуждайте. Это только вам нельзя есть то, за что вы не можете принять с благодарением. Поэтому по учению Нового Завета вопрос принятия пищи есть категорично только три компонента. Удавленная и доложертвенная и кровь. А все остальное критерий очень простой. Можешь благодарить, жуй. Не можешь благодарить, даже не вздумай жевать. Потому вот пищем можно запросто сориентироваться. Итак, снова наш текст. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь, ну и так далее. Давайте теперь сюда в это слово тварь мы вставим просто человека. Человек. или человечества как расу. Ибо человек с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что человек покорился суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и все люди освобождены будут от рабства тления в свободу славы детей Божьих. Потому этот текст Священного Писания, рассуждая о том, кто же тут стинает и кто ожидает усыновление сынов Божьих, откровение славы детей Божьих. Это греческое слово, которое позволяет нам пролить свет, и оно в правильном толковании подразумевает только человечество как расу, но при этом оно исключает животный мир. Тварь включает в этом тексте в себя только людей как расу. Так, давайте с вами это мы, это будет немножко большой отрывок, у нас всего лишь 7 минут. Давайте мы с вами тогда к этому вопросу не будем и обращаться. Ну, я очень быстро просто сделаю беглую такую аннотацию и быстренько просто чуть-чуть это расскажу. Это вот буквально в 7 минут я постараюсь вписаться. Это последний слайд, который мы с вами увидим. Павел и Яков. Вот кажущиеся противоречия. Вот давайте прочитаем два текста. Первый из них это Римлянам 3.28 «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел». Обратите внимание, как оправдывается человек оправдывается верою независимо от дел. Теперь читаем Якова 2.24 «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». Не кажется ли вам, что здесь противоречия между учениками Иисуса Христа? Павел говорит, человек оправдывается верою независимо от дел. А Яков говорит, «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». И если эти тексты не подвергнут тщательному анализу, иногда можно эти тексты сказать, видишь, как между собой апостолы даже не договорились, написали противоречия. На самом же деле все выглядит в следующем деле, что если ты получил оправдание по вере, то есть, если ты стал человеком, которому Бог вменил праведность через веру, и ты стал человеком, имеющим вмененную праведность, то теперь есть видимые доказательства для других, что ты вмененную праведность получил. И в чем же эти видимые доказательства в делах, а не в вере только? Смотрите, какая интересная ситуация. Разбойник, который был распят на кресте, рядом с Иисусом, у него была прибита и правая, и левая рука, у него были прибиты обе ноги, и Иисус ему сказал, «Ныне же будешь со мной в раю». Скажите, пожалуйста, вы или я, вы можете иметь какие-то видимые доказательства того, что этот человек получил праведность, вмененную в его сердце Иисусом Христом? Видимых доказательств ни вы, ни я не увидите. И это внутренняя перемена, которая произошла в этом человеке, и знает эту перемену лишь только Бог и сам этот человек. А теперь, смотрите, представим себе, что это не разбойник, висящий на кресте, а это человек, который покаялся. Вот он вышел к алтарю, встал на колени, вроде бы соблюл всю процедуру, которую кающемуся грешнику предлагают. А после этого, когда он встал с колен, что мы с вами делаем? Я имею в виду, мы, как церковь, по отношению к этому человеку, мы говорим, мы рады за тебя, а дальше, а дальше мы со стороны тихонечко наблюдаем. Если этот человек на самом деле искренне покаялся, он праведность вмененную получил, а вмененная праведность ему, она станет видимым проявлением перемены в его жизни. И что здесь Яков с Павлом говорит? Павел говорит, послушай, если ты хочешь получить праведность, ты ее можешь получить только одним путем, поверив в Иисуса Христа. Ты праведность не заработаешь, не купишь, по почте не выпишешь, ты ее можешь получить только в дар, через веру в Иисуса при твоем покаянии. А Яков говорит следующее, если ты покаялся и стал наследником вмененной праведности, то это должно иметь видимые изменения в твоей жизни. У тебя должны быть видимые перемены, у тебя должны быть дела, которые за вмененной праведностью через веру теперь в твоей жизни проявляются. У тебя стало другие слова, другие ценности, другое общение, другой круг друзей, у тебя начинает досуг или свободное время проходить совсем в других местах. И вот теперь получается, а если человек покаялся, но никакой перемены в его жизни нет, о чем это может вам и мне сказать? Что ни о какой вмененной праведности этот человек наследником не стал. А почему? Да потому что, может быть, на покаяние его привело совсем другое чувство. Может быть, этот человек вышел вперед каяться и при этом думает, покаюсь или сделаю вид, что каюсь я, а может, это поможет моей дочке, которая на грани развода с мужем, а может, это поможет внучке, которая сейчас лежит в больнице. То есть, чувствуете, да, иногда, почему человек идет вперед и становится на колени, это не всегда его искреннее желание свои пути пред Богом выровнять и жизнь свою пред Богом в порядок привести. Иногда у человека мотивы могут быть какие угодно. У нас покаялся один человек в нашей церкви, и я обратил внимание, что он вроде вышел на колени, стал на колени, в розык произнес там молитву, как смог, а я обратил внимание, что у него как будто искорки в глазах нет. Я, глядя в его глаза, смотрю, что как будто жизнь какая-то, чтобы она каким-то ключом била, у нее нет. Я тихонечко с ним уединился в комнату, и я ему сразу же открытым текстом говорю, знаешь, я хочу тебе кое-что прояснить. Если ты покаялся искренне, а этому человеку уже было лет 47, где-то вот так, под 50, я говорю, если сегодня твое покаяние, оно искреннее, и оно пред Богом, я хочу тебе сказать, что ты в лице верующих найдешь огромнейшую помощь. Они тебе помогут и обуться, и одеться, помогут и кусок хлеба найти, и во многих других вопросах. Но если ты сегодня каялся не потому, что ты хочешь с Богом примириться, а потому, что ты просто хочешь какие-то свои бытовые вопросы решить, я ему говорю, поверь, искренность равно как и лукавство, и то, и другое видно. А он, знаете, смотрит мне в глаза и говорит, если честно, то я пришел к вам не потому, что я хочу покаяться, хочу прижениться. А никаком покаянии даже и нет. Так вот, я почему говорю, что человек иногда может в ритуале участвовать, а за этим ритуалом по отношению к Богу у него ничего нет. Потому что с его стороны нет той искренности и той веры, которую Бог от человека ожидает. Так вот, между здесь апостолами нет никакого противоречия. А вывод очень простой. я просто, если там по слайдам смотреть, там очень детально это все расписано. Я же это просто очень быстро, быстренько. Сама суть очень проста. Если ты стал наследником праведности по вере, то этому в твоей жизни есть видимые после этого доказательства, есть дела. А если ты поучаствовал в обряде, или в ритуале, или в процессе, или в процедуре, которая вроде другим дает право наследования праведности по вере, но только в твоей жизни никаких перемен нет, скорее всего, вмененную праведность ты не принял, потому что не с правильным мотивом или не с правильным сердцем ты к этому делу подошел. Потому пред Богом очень важно чистота и искренность нашего сердца. И Павел, и Яков говорят об одном и том же. Праведность может дана быть тебе только через веру в Иисуса, а если она воистину тебе дана, то она имеет видимые доказательства изменения и преображения в твоей жизни. Пусть нас с вами Бог обильно благословит. Так, для информации полный набор этих всех слайдов, даже то, что мы немножко там пробежали с вами, я их оставляю у братьев, у брата Аркадия, вы можете поинтересоваться. Если кому-то из вас будет интересно, вы можете копию себе этих слайдов сделать и где, когда вам будет удобно, можете сами еще индивидуально над этим поработать. На этом у нас сейчас полчетвертого. Мы сейчас с вами, я думаю, брат Аркадий сейчас расскажет, как мы с вами проведем оставшуюся часть, потому что время...